тем временем у нас тут тихий конец мая а в мая как обычно в голову приходят какие-то гениальные идеи особенно когда ты находишься где мы находимся находимся мы в деревне где собственно вся вот это вот чухлама и зарождалась и вот там по углам еще это чухлама к сожалению стоит такие тут замечательные скворечники висят птицы в них конечно не живут но они висят есть подозрение что стоит взять с собой фонарь потому что то что я буду показывать дальше надо видеть и пытаться воспринять а это очень я скажу наверное тяжкий груз будет и мы подходим именно к нему сейчас хлобысь ух ебать вроде светло о наверное даже достаточно света и так в один прекрасный или не прекрасный майский день в мою голову пришла очередная глупая идея произошло это ровно в тот момент когда когда вот тут у нас лежит лежит вот труба под сиденье от мотосикла и ну вот попилить его в металл это я думаю было лучшее решение всех которые приходили мне в голову так собственно с чего зародилась то моя гениальная тупейшая идея когда-то когда-то давно на заре своей молодости я по случаю купил вилку в сборе с траверсами с тормозной системой и колеса от никрухи кавасаки кр 250 в общем то это это двухтактный если не ошибаюсь двухцилиндровый спортбайк 87 или 88 какого-то там года вот и собственно что началось там сначала я это купил и строил какой-то чз потом все это тоже ушло в небытие попилилась металл да и слава богу как я считаю потому что все вот это вот замечательное советское творение инженеров после того как я не один год поработал с японцами мне как бы становится очень больно от понимания что люди на этом ездили и у них не было даже возможности с чем-то сравнить и приходилось считать что то что есть это хорошо но это ни разу не хорошо но да ладно сейчас попробуем больше света во так наверное еще лучше будет священной районе будет нам тут освещать короче говоря из всего вот это вот советского маркобесия которого у меня накопилось уйма который там стоит внизу остатки жалкие от всего того ужаса который у меня был не хотелось мне расставаться только с пилотом это мой самый первый мопед на нем я учился ездить и желание его продавать у меня никакого нет плюс у меня развивается какая-то параноидальная идея потому что у меня уже два пятидесяти кубовых мопеда и это мне не перестает нравится таким образом что-то как-то избавляться от пилота мне не сильно то и хотелось то есть ну какие то наверное сентиментальные моменты присутствуют но самое главное греет тот факт что несмотря на то что вот это вот чудесного мотора коснулись советские инженеры все таки они его не до конца испортили а кто не знает это по сути мотор дерби полтос кто-то путает с минор или но нет это дерби на пилотах именно был дерби мотор и в общем суть том что они его не до конца испортили да они конечно поставили замечательное зажигание выкинули стартер хотя конкретно на моем картере вот он замечательный прилив под стартер еще сохранился и эти гениальные там наши российские умы смогли сделать так чтобы все-таки была возможность вживить туда нормальную шестерпенчатую коробку передач а не страдать вот с этими тремя жалкими передачи также они тут поставили замечательный карбюратор который на нарежет мощность в половину от возможного что может быть от мотор ну короче не суть в общем то продавать мне эту штуку проговорил не хотелось но ездить на том из чего он состоит стандартном исполнении желание возможности никакого у меня не было потому что вилка здесь родная это какая-то уменьшенная копия восходовской вилки то есть что может быть ужаснее сзади все вот вот все сделано вот так то есть никаких приваривание труб когда делают там вывез фасочку то есть здесь везде хуяк пиздык заплющили трубу и сплошным швом заварили потому что так кому-то проще то же самое у нас тут передней части сделано в нижней под мотором то есть ну вот все вот так вот замечательно там сделано все трубы стоит замечательный амортизатор от восхода с более толстой пружины ну вот опять вот тут сплющенная труба зато сука есть крепление под советский насос в рот бы этот насос ну и в общем то из этого состоит весь пилот а также пластик то есть вот так вот у нас тут как будто говном с руки намазан пластик все вот это криво косо красота что обоссаться просто ну и здесь собственно такое все при этом сидеть на нем крайне удобно и несмотря на то что я на нем ну достаточно активно ехал за все время отвалились только передние про уж них у тут когда-то давно сваркой которая была похожа на трансформаторную будку кто-то мне подварил и худо-бедно это жило ну естественно советские технологии тут не могли не оставить свой след вот винты пошли из традиционного чтобы чтобы ты понимал что ты должен страдать и вот собственно вся вот этот идиллия которые тут рассказываю к чему я это расскажу рассказывает о к тому что опять же как я уже сказал это все-таки первая техника продавать ее нет смысла никакого а восстанавливать ее в идеала она у меня под заколхожена но естественно я был пиздюком тут много было где слава богу я сейчас там все поснимал ну и в общем восстанавливать и просто травмировать каждый день свои глаза об чудо советской инженерии меня никакого желания не было а к тому моменту чизит был уже распилен а колеса и вилка осталось и тут у меня возникает гениальная идея они построить ли нам корчалыгу и наверное не скоро конечно даже не могу сказать когда потому что надо что-то продать чтобы начать заниматься этим пока это все просто накинуто ну родилась вот такая вот вещь то есть чем заключается моя идея больной фантазии всю раму что называется видим шов вариваем косынку это я буду здесь делать везде то есть ну конечно я пилить раму не буду и переделывать вот эти вот все чудесные там сключные трубы но абсолютно везде будут варены косынки и это неизменно будет правильно второй момент один из многих моментов скажем так просто буду рассказывать нужно что-то делать с мотором в каком плане во первых надо поставить все нормальные подшипники заменить абсолютно весь крепеж поставить карбюратор который был создан ну людьми ну почти людьми в общем там где-нибудь в италии что-то сделать с поршневой потому что вот этот вот тут стоит великий колхоз рейсинг когда 60 кубов но у тебя там поршень от крота отлитый из столовых ложек надо этот моментик убрать и естественно нужна шестиступенчатая коробка передач в остальном же целом мотор не вызывает вопросов никаких все это будет осуществляться только с божьей помощью и с артели бензмаш и михаила немцова в частности потому что больше такого ну человека который готов вот в эту вот мою больную фантазию вписаться наверное не найдется а если найдется то ну меня посчитают каким-то диким фанатиком с огромным количеством денег ну вы к сожалению это не так и таким образом благодаря михаилу я думаю получится внедрить шестиступенчатую коробку передач потому что насколько я понял что нужно засверливать картер под большие центровочные на или опорные шплинты вилок коробки переключения ну и плюс там чуть поколдуем по поршневой а что касается карбюратора лепесткового клапана это уже как-нибудь сам досправлюсь второй момент это пластик а то есть идея в чем идея максимально сохранить образ пилота но естественно убрать очень-очень много ну то есть вот это вот чудное литье конечно уберем и как мы видим спереди есть такой вот типа ну допустим утиный хвост и вот такой же утиный хвост я хочу сделать задней части и вот так же тут вот худо-бедно просто ну грубо говоря присрал переднее крыло то есть это тоже пилотовская и она я думаю когда-нибудь я думаю может быть даже расширится и точно встанет сюда то есть я что-нибудь там замучу на мучу и как-нибудь все это здесь будет жить то есть будет много работать со стекловолокном но я думаю мы справимся то есть как там более-менее оставить все-таки образ пилота второй момент это подвески задним амортизатором я думаю будет не сказать что сложно сложно то что он очень близко к баку расположен но не сложно тем что сейчас множество амортизаторов годных в том числе и китайские годные есть хотя бы на которые есть ремкомплекты и на dt-50 на yamaha у меня это удалось сделать почему не удастся здесь как бы ниже никаких поводов для беспокойства ну и спереди как бы все более интересно это вилка как я говорил от kawasaki kr-250 переднее колесо у нас идет 16 задние 18 не знаю зачем так сделано но колеса из одного комплекта что здесь за чудо вилка ну во первых все это надо будет перебирать второе тут у нас два тормозных диском 2 худо-бедно но суппорта и здесь установлена антиклевковая система здесь есть на регулировке вот этот вот чудо бачок как все это работает я не знаю но думаю плюс-минус работает так же как на голде то есть чем дальше вилка уходит или чем резче ты нажимаешь на тормоз тем жестче вилка становится то есть гасится вот это вот раскачка в целом на пилот идеи никакой нету ставить эту вилку но она у меня есть поэтому здесь все будет также здесь установлена такая перемычка который я божественно проплавил однажды но это все ерунда сделается и здесь организована еще и подкачка то есть вилка гидропневматическая качается одно перо на через вот эту сообщающуюся трубку накачивается оба пера вилка в целом хорошем состоянии даже он там висит грустит тормозная машинка ну то есть этим можно работать и куда-то до будут реализованы эти колеса то есть ну как вы понимаете да все начинается вот с какой-то детали и бредовые идеи и в итоге все рождается вот в такой вот чухлам что касательно резины естественно не будет здесь не вот такая резина а какая-нибудь что-то типа господи как резинка называется забыл то сложное слово сложное слово сложное сложное реально его то есть когда в мелкую шашечку будет резина она будет не широкая но при этом с каким-то протектором далее по вилке нужно будет заварить все вот эти вот отверстия просверлить два необходимых отверстия под установку нормального руля и вот с этим завариванием отверстия я думаю тоже нужно будет обращаться в артель бензмаш больше никуда ну по предварительным каким-то договором он миша готов писаться в это это не может не радовать но я думаю он пожалеет еще не раз да я тоже пожалею потому что все это будет долго дорого вообще в целом я про все говорю но что-то из этого будет интересно что касательно подшипников рулевой колонки то как ни странно то что на кавасаки и на пилоте штоки одинаковые в целом если очень-очень захотеть но этого хотеть не надо то можно оставить все на пилотских шариковых подшипников но нет эти вот чудные обоймы которые мне кажется что вытаскиваются они будут отсюда выброшены и опять же при помощи михаила немцова сюда мы сделаем эти самые как их туда-сюда а вот обоймы под конические подшипники и все это чудеснейшим образом наверняка соберется то есть просто подберу по штоку подшипники конические по внутреннему диаметру да и уже под них будут выточены обоймы которые я потом сюда с успехом и в варю вот по задней части я хотел тут быть самым умным но получился самым тупым здесь помимо всего прочего устанавливается ступица и все это еще и под дисковый тормоз и как бы ширина вот этой всей ступицы в сборе шире чем весь маятник на пилоте и соответственно даже если очень заморочиться и там перетащить ступицу что я хотел делать изначально то есть вот тут пицца фу блять ступица я планировал снять очень-очень много мяса вот тут вот и целом нагрузка здесь небольшая все таки там ну будет плюс-минус полтов ну короче каким бы он не был все равно это будет мопед ну как бы вот она устанавливается вот так и как вы понимаете это не очень дружит с маятником даже если расширить допустим маятник и все 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 уточить то наверное можно и попасть в ось с цепью но наверное я никуда не попаду потому что с этой стороны еще и под дисковый тормоз все сделано и тут принципе некуда уже крепить все это да и стоит ли вот в чем возник у меня потом вопрос сейчас мы плавно перейдем почему и что будет дело в том что мою глупую голову пришла вообще отличная идея разобрать пилотовское колесо взять ступицу из него здесь заднем колесе вот это вот все миска мы вырезаем и внутрь кого сащего колеса с центровкой со всеми делами вваривается ступица от пилота и таким образом мы остаемся на родном маятники на родной звезде на родных барабанных тормозах и самое главное в оси и не надо ничего переделывать на дисковый тормоз как бы мне вот этот лапка тормоза я не знаю почему но она как по мне сделано очень-очень даже ничего и как-то аккуратно и все это никогда не залипало и работало и мне это безумно нравилось поэтому почему бы ее не оставить вот возникла мяткая идея и теперь собственно что же я задумал строить из этой штуки а строить я задумал не что иное как flat tracker очень умное слово но короче говоря что-то заниженное немножечко на такой около грязевой резине с утиным хвостом сзади широким эндуро рулем с резонатором который будет выходить всего скорее куда-то вот здесь то есть все в лучших традициях в моем видении и самое главное получится так что будет реальная возможность эксплуатировать пилот ну хоть на каждый день то есть я не буду бояться за то что у меня лопнет рама у меня будут нормальные подвески нормальные тормоза хороший двигатель хотя он в целом и родной не вызывал меня проблем но будет еще лучше и все это будет хоть как-то интересно и приближено максимально ну я думаю на уровень японского полтоса так точно каких-нибудь там ну начала 90-х годов почему нет как бы я с ними работал я видел как они сделаны и в целом довести пилот до того уровня вполне себе реально одна передняя подвеска уже чувствует такая вот интересная у меня затея поэтому не вижу никаких проблем и трудностей но и со ступицей естественно нужно будет страдать опять же артели бензмаш миша немцов но я думаю больше никто не вывезет кроме него и да и никто не захочет этим заниматься потому что я понимаю что это ну кромешный ад то есть зная меня еще мне надо будет чтобы в родной ступице не осталось ни одного отверстия от спиц чтобы все это выглядело так как будто она здесь всю жизнь стояла и это очень грустно и очень печально в принципе потому что я понимаю насколько я заебу человека но это нужно сделать когда это начнется но не могу сказать но начнется вот началось уже того что я выбросил на помойку родную вилку переднее колесо вы вот эти все чудесные провода да вот еще момент с проводкой но я думаю тоже он решится всего скорее зажигание от питбайка наша любовь как бы вот вся идея зажиганием будет то есть все это надежно просто валит едет и так далее такая вот собственно получается история который наверняка будет реализовываться не скоро не быстро но я буду обязательно этим заниматься и видно что я уже начал этим заниматься по крайней мере мне было не лень все вот это вот накинуть и привести в какое-то состояние передняя подвеска всего скорее остается вот на таком же уровне как она есть а задняя немножечко я ее допущу по поводу резонаторы честно говоря пока не знаю но все скорее он будет идти по низу и выбор резонаторов намного проще и больше таким образом становится которые можно поставить а может быть вверху будет и принципиальной идеи в этом никакой нету что касательно 18 колеса то от передней трубы у нас на длину натяжителей запас точно есть ну и могу и в принципе перенести еще подальше но резину естественно поставлю поуже здесь стоит она такая плоская широченная она такая не нужна то есть он будет на достаточно узеньких колесиках что в целом в классике жанрах усилить рам ноту ну понимаете все сделано вот так раз хуяк пиздык сплющили трубу и все здорово